Азрет, Господи, помилуй меня и сцеледушима, яка согрешивти. Значит, с этого стиха по рукованию блаженного Феодорита начинаются слова, которые Христос, как человек, говорит Отцу. То есть это пророчество, которое исходит как бы из уст Христа. Почему? Сейчас объясню. Но если так понимать эти слова, возникает справедливый вопрос. Как Господь может сам о себе говорить, я согрешил? Мы же знаем, что Христос безгрешен. Так вот, святые отцы объясняют, что Христос усвояет себе страсти грехи других людей. Перенимает? Да, перенимает. Перенимает в каком смысле? То есть за грешное человеческое естество молится. То есть он и безгрешен, но он молится за грешный род человеческий. В древности таким образом жертвоприношение совершалось. То есть на безгрешное животное возлагал грешный человек руку. И как бы грехи этого человека переходили на это животное. И оно приносило жертву. То есть здесь вот такое заместительное действие происходит. Так объясняют святые отцы. Но чтобы было более понятно, давайте прочитаем. Это книга Левит. Первая глава, третья и четвертая стихи. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скини и собрания, чтобы приобрести им благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения. И приобретет он благоволение в очищении грехов его. Таким образом, поскольку мы знаем, что все жертвы Ветхого Завета были прообразом жертвы Христовой, то, соответственно, святые отцы так и понимают это место. Что Христос, хотя сам был лично без греха, но по своему человеколюбию, по своей безмерной милости умирает за грешный род человеческий. То есть как бы и сам он согрешил. Хотя сам он был безгрешен. В разимое решим не злая, когда умерет и погибнет имя его. И в хаждаше, видите, в свое глаголоше сердце его, собра беззаконие себе, с хаждаше он и глаголше вкупе. Пятый и шестой стихи. В пятом стихе под врагами Христа подразумеваются, конечно, иудеи. Действительно, они совещались и желали погубить. Потому что выражение, когда погибнет имя его, то есть когда он умрет, когда он исчезнет, когда он прекратит свидетельствовать против нас. Это слова иудеев. Против Христа. А далее со следующего, шестого стиха, начинается пророчество о предательстве Иуды. И вот с этого места мы поподробнее сейчас. Так, в шестом стихе говорится о том, что тут говорится так. Если приходит, то видит меня. В славянском просто входит. Действительно, Иуда входил свободно в дом Спасителя и искал удобного случая, чтобы предать его. Сейчас мы много параллельных мест будем читать, поэтому откройте сразу Евангелие. Евангелие от Матфея, 26 глава, 16 стих. Итак, с того времени он искал удобного случая предать его. Вот, таким образом, вот то, что в шестом стихе говорится, что он слагается в своем сердце неправду, это и есть замысел о предательстве. Вот, и далее в этом же стихе говорится, что, значит, он, выходя вон, толкует. Вот, действительно, когда, сейчас мы прочитаем параллельное место еще одно, Иуда после того, как решил уже предать Спасителя, вышел в стайный вечер, об этом говорится, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 30 стих. Вот, таким образом, в шестом стихе говорится о том, что Иуда сначала вложил, так сказать, в своем сердце, родил это злое желание предать Христа. Потом советовался с иудеями, и в конце концов, когда предавал, вышел. То есть, здесь пророчество говорит об этом. «На мя шептаху всевразима, и на мя помышляху злаема». Седьмой стих. Вот, значит, шептаху, то есть, шептали, то есть, делали тайные замыслы совершали, тайно советовались друг с другом. Вот об этом говорит Евангелие от Матфея, 27 глава, 1 стих. Вот почему? Потому что Евангелие, сейчас вы скажите, что в Евангелии мы часто видим, что иудеи долгое время хотели убить Христа, но им боялись народа, и поэтому шептали друг другу на ухо, тайно. 27 глава от Матфея, 1 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшие народы имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». Вот, так что вот этот совет был составлен имя против Христа. «Слово законопреступное возложишь, и на мя еда из пьяни приложит воскреснути». 8 стих. Значит, как там передано? В русском у нас слово «вилиало», значит, в славянском законопреступное, а в японском? А здесь написано «заклятие». Заклятие. Ну, значит, наверное, ближе всего к делу идет законопреступное. Это в каком случае? Это в славянском? В славянском, да. То есть законопреступное в смысле беззаконное. Не то, что даже проклятие, а именно законопреступление. Почему святы отцы так это место понимают? Что иудеи, убивая Христа, приступили свой собственный закон, где говорится о том, что невиновного убивать нельзя. А, подожди, а кто это говорит-то? В смысле? А, это говорят и иудеи? Да, это говорят. То есть тут в славянском так «слово законопреступное возложишь на мя». То есть Христос говорит «слово законопреступное на меня» было произнесено. У нас в русском совсем по-другому. А, да, я смотрю, пришел на него. Ну, вот, вот. Нет, нет. Тут речь от имени Христа. А, это от имени Христа, понятно. Потому что здесь все, что говорится, вот, враги на меня шептали враги мои, да? На меня помышляли злая, на меня слово законопреступное произнесли. Да. Вот почему? Пасет Алима. Значит, давайте прочитаем одно параллельное место из Библии, опять-таки. Значит, это книга «Исход», 23 глава, 7 стих. «Удаляйся от неправды и не умершля невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Вот. А теперь давайте сразу, да, прочитаем из Матфея, 27 глава, 24 стих. «Пилат, видя, что ей ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Вот. Таким образом, даже языческий правитель признавал, что Христос невинен. Вот. Тем не менее, хотя, так сказать, по всем формальным показаниям, он не был виной, на нем не было никакой абсолютно вины, вот, тем не менее, умертвили. То есть, явно, иудеи приступили к своему собственному закону, где говорится, мы только что прочитали, «не виновного не умершляет». Таким образом, слово «беззаконное», законоприступное, которое возложили на Христа, вот о чем здесь говорится, о том, что они явно переступали к закону. Вот. И далее вторая половина стиха. Опять-таки, тут у нас очень серьезное разночтение. Он слег не встать, ему более, да? Да. А в японском? Абсолютно так же. Абсолютно так же. А вот в славянском по-другому. «И до спяний не приложит воскреснуть». То есть, неужели спящий не встанет? Вот. Это Христос опять-таки говорит. Что это значит? Вот. То есть, как Бог, Он и перед знает, что Он воскреснет. Вот. Поэтому вопрос территорический. Неужели спящий не встанет? Неужели спящий не проснется? Тем более, если спящий проснется, то тем более, я воскресну. Потому что моя смерть – это лишь сон. «И вхаждаши, видите, в суй глаголыше сердце его, собрай без закона». А, минуточку. Так. «Ибо человек мира моего на негожи упалах, еда и хлеба моего, возвеличенами запинаний». Девятый стих. Вот. Ну, это действительно пророчество о Иуде. Вот. И это же самое место Господь приводит. То есть, это пророчество им повторяется. Значит, это давайте прочитаем сейчас, чтобы было понятно. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 18 стих. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Едущий со мной хлеб поднял на меня пяту свою». Вот. Таким образом, Господь на Тайной Вечере, после того, как умыл ноги ученикам, Он уже знал о предательстве Иуды, Он это место из Псалма процитировал. Видимо, Он цитирует его недословно, но, тем не менее, других мест вященном Писании, кроме вот этого Псалма, не встречается. Вот. Поэтому мы и понимаем, что этот Псалм, все, что здесь говорится, оно в пророческом смысле говорится о предательстве Иуды. Вот. Ну и в буквальном смысле, если мы сейчас возвращаемся, действительно, здесь говорится о предательстве. То есть человек, на которого я полагался, который ел со мной хлеб, поднял на меня пяту. Поднял на меня пяту, то есть составил против меня хитрый замысел. Вот. Употребил против меня навет. Поэтому здесь и речь идет вообще о предательстве. Вот. Но в конкретном, конкретно о предательстве Иуды. «Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и воздам им». Десятый стих. Вот. Значит, по словам блаженного Божественного Кирилла Александрийского, «помилуй ее и восставь меня», вот это слова, которыми Господь Иисус Христос, как человек, молится Отцу. То есть это свойственно его человеческой природе. Действительно, мы знаем, на крестьян молился Отцу. Но дальше обратите внимание на вторую половину стиха. «И я воздам им». То есть здесь он говорит, как Бог. То есть он сам может воздать. Он имеет силу на то, чтобы воздать им. В достойное воздаяние. Не просит уже Отца, но говорит, что сам воздаст им. Но это воздаяние, как мы знаем, в скорости и последовало. Буквально через 30 лет, после распятия Спасителя, римляне пришли в Иудею, Иерусалим был окружен. Храм уничтожен. Практически все население перебито или увезено в плен. И все понимали, что это есть то самое воздаяние, о котором пророчествовали и пророки, и сам Господь. «Всем познах, як овосхотел мейси, як не возрадуется враг мое мене». 11 стих. «Враг не восторжествует надо мной». Под врагом здесь, понимаете, дьявол и иуда. Христос воскрес, и, конечно, все, кто желал Его погибели, огорчились, не возрадовались, не восторжествовали. «Меня же за незлобие приял и утвердил мейси пред тобой вовек». 12 стих. Здесь говорится о том, что мы знаем, что Господь через 40 дней после воскресения вознесся на небо с телом, и сел с телом человеческим, по правую сторону Бога и Отца. Поэтому «Поставишь меня перед собой вовек» Это место очень похоже на еще одно выражение псаломское. Это 110-й псалом в Японской Библии. Первый стих. Давайте прочитаем. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих». Поскольку это место Господь сам, когда его спрашивали, почему он называет себя Сыном Божиим, это место цитировал в ответ. Говорит, как же Давид называет своего Сына Господом? И сказал Господь Господу моему. То есть это место Господь цитирует. Оно похоже на это место, только с той разницей, там говорится, сяду по правую руку, а здесь встану передо мной навеки. То есть здесь смысл один и тот же. О телесном пребывании Господа Иисуса Христа, одеснуй Бога Отца. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Буде, Буде». Последний стих. Ну, этим «Благословен Господь» прославлением Бога Израилева заканчивается этот псалом. И последние слова «Аминь, аминь», как толпы святые отцы. Тем самым пророк Давид молится о скорейшем вычеловечении Господа Иисуса Христа. Когда мы читали предыдущий псалом, мы об этом говорили. Что он желал бы видеть, но не видел. Поэтому молится о том, чтобы это скорее произошло, чтобы скорее Христос пришел в мир. Ну и кроме того, последнее восклицание «Аминь, аминь», как объясняют опять-таки святые отцы, это завершающие слова, первые из пяти книг, на которые делятся псалтии. Вот мы с вами первую книгу таким образом прочитали. И, значит, таким образом мы с вами на некоторое время псалтии оставляем. И следующий наш книг, который мы с вами будем читать, чтобы нам хронологическую последовательность более-менее соблюдать, будет третья книга царств. Начнем мы с вами читать, Бог даст, через две недели, потому что на следующей неделе занятий не будет.